Всем приятного времени суток! С вами снова я, Маша Смолот, и сегодня мы будем делать подставки по чашке. Итак, у меня есть два среза лиственницы, и, как вы можете заметить, у них есть трещины, поэтому сегодня мы будем делать ласточкин хвост. Я его никогда не делала, но думаю, в этом нет ничего сверхъестественного. Для ласточкиного хвоста мы возьмем два вида дерева. Один у меня есть небольшой кусочек дуба и бука. Пока я пилюю, расскажу вам недавнюю историю. Я всегда работаю в очках защитных и маске, но случилось так, что при работе с бормашинкой древесная пыль залетела мне под очки и попала в левый глаз. Несмотря на мои тщетные попытки промыть глаз, у меня ничего не получилось, и мне пришлось ехать в промпункт. Поэтому теперь я работаю вот так. Поверьте мне, выворачивание век наизнанку то еще удовольствие. Теперь приступаем к разметке гнезд. Вот наши ласточкины хвосты. Ну и соответственно к выборке их же. Второе гнездо я решила выбрать стамесками, но… Упс! Сломала. Поэтому мы ее выкидываем и сосредоточимся на нашей первой заготовке. Берем суперклей и приклеиваем. И оставляем сохнуть. Следующий этап нам нужно убрать лишнее, чтобы поверхность сруба была плоской. Ну а теперь приступаем к самому интересному. Подготавливаем наш трафарет, который мы будем переводить на заготовку и с помощью обычной кальки переводим. Та-дам! Представляю вам выжигатель ТДВС. Прекрасный наборчик. Это не могу сказать где покупать, потому что мне его подарили на день рождения пару лет назад. Я очень им довольна. У него очень много насадок всевозможных. Творите что хотите. Это кардинально отличается от того, чем мы занимались детстве. Там была всего одна насадка. И вот мы маленькими шажочками что-то там выжигали. Мне никогда это не нравилось. До того момента, как мне подарили этот набор. Подбираем подходящую насадку, вставляем её. Закрепляем винтиками с помощью отвертки, которая входила в комплект. И только после этого включаем. Второй рукой можно крутить заготовку, тем самым помогая себе выжигать. Я специально так расположила наш эскиз, чтобы у нас получилась черепушка с бабочкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Выключаем наш агрегат и меняем насадку. Самое главное не касаться раскаленных частей и по максимуму быть аккуратнее. Только после того, как все поменяно, включаем сноу. Музыка Ну и осталось нам покрыть маслом. Масло я использую для кухонных принадлежностей, но только для того, чтобы посмотреть, насколько быстро оно высохнет и останется ли запах. Потому что предыдущие я покрывала тунгл маслом и что-то они очень долго сохнут. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Мне будет приятно их почитать. Всем пока!